У каждого четвёртого ребёнка в мире есть нарушения речевого развития. Дети начинают позже говорить, их речь становится беднее. Как показывают специальные исследования, если в середине 70-х годов прошлого века дефицит речи был только у 4% четырёхлетних детей, то сегодня уже у 25%. За 20 последних лет число речевых нарушений возросло более чем в 6 раз. Дети непростые, с каждым годом всё тяжелее и тяжелее. Мы, к сожалению, часто не просто логопеды, мы чаще дефектологи. Дети, которые приходят сейчас ко мне и приходили в 90-е годы, там, в 88-м, 90-м, 92-м, мы выпускали из детского сада детей однозначно у всех норм речевого развития. То есть не было такого, чтобы мы не исправили речь. Сейчас, к сожалению, и опыт работы больше у нас, да, и мы умеем больше, но дети приходят с комплексом нарушений. И сейчас мы чаще всего говорим про частичную коррекцию даже, к сожалению. Становление речевой функции идёт поэтапно. По словам специалистов, к одному году жизни ребёнок должен произносить от 8 до 10 слов. К 2 годам первые фразы должны состоять из 2-3 слов. А к 3 годам ребёнок использует общеупотребительную речь, а к 5 должен говорить как взрослый человек. К 7 годам должен быть готов освоить письменную речь. Поэтому именно в дошкольные годы необходимо посещать логопеда. В Самаре ребята ходят на коррекцию речи чаще всего с 4-5 лет. И причина речевых нарушений не в невнимательности родителей, как многие часто считают. Бывает, что родители до сих пор, как ни странно, они в неведении и таких простых вещей, на наш взгляд, не знают и часто не слышат. Но не только это. Я бы на первое место поставила неврологические проблемы. Те дети, которые есть у меня, часть из них, я ничего не смогу сделать. Мне родители говорят, что мы к вам пришли. Я им говорю, что я не смогу. Я, честно, откровенно, уже как бы столько времени отработав, я могу сказать, что, к сожалению, я вот в этом вам могу помочь, а вот в этом я вам не могу помочь. И часто это межпредметные связи, это такая хорошая связка должна быть с медиками. Но здесь очень много в этом направлении еще, конечно, нужно делать. Речь – это функция нервной системы. Формирование речевых навыков в первую очередь зависит от зрелости коры головного мозга, от подкорковых структур. Речь может нарушаться по различным причинам, например, анатомическим нарушениям артикуляционного аппарата. Но среди современных причин, которые приводят к нарушениям, недостаточное общение и увлечение с раннего возраста гаджетами. По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, то есть около 4 часов в день, что намного превосходит время общения со взрослыми. Казалось бы, малыш, сидя перед телевизором, постоянно слышит речь, что мешает ее освоить. Дело в том, что речь с экрана не воспринимается детьми раннего возраста как адресованная им лично и не включена в их практическую активность. Для малыша небезразлично, кто и как произносит слова. Ему также важен взгляд, заинтересованное внимание, ответная улыбка, эмоциональная выразительность, любовь и забота. Все это может дать ребенку именно живое общение. Поэтому специалисты рекомендуют родителям больше времени уделять детям, играть, общаться, заниматься вместе творчеством. А если нарушения речи уже появились, не откладывать визит к логопеду. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.